То есть, если в семье кто-то был алкоголик, либо психически нездоровый член семьи, тогда будут какие-то безумные фантазии. И мы должны это улавливать. Основа таких фантазий – это кривая зависть. В этом месте происходит расщепление, близость невозможна с другим человеком, и токсичность портит все хорошее. Вот подготовила для всех картинку – невротики, пограничники и психотики. Напоминаю, по международной классификации Нэнси МакВиллиамс, 80% – все мы – это невротики. Уровень психики невротический, то есть крепкий. Невротики тоже делятся на три части – условно, красный, желтый, зеленый. То есть, красный – это мы ближе к пограничному типу личности. Зеленый – это более как самый здоровый вариант невротической личности. Здесь мы минимально искажаем реальность. То есть, видим, где друг, где враг, и ведем себя соответственно, условно. Есть пограничный тип личности, когда мир черно-белый. Такие люди тоже живут в социуме, там много агрессии. Ты мне друг или враг? Ну, такие люди навряд ли, ну, редко приходят к психологу в России. Это могут быть бизнесмены, политики. Именно вот на своей агрессии можно хорошо выходить на результаты какие-то. То есть, это условие, как, условно психологи поделили на три части, чтобы легче понимать, как работать с клиентами. Психотики, они как дети. Там идет сильное искажение реальности, если ближе к красному уровню. Но психотики на зеленом уровне, как в светофоре, да, могут спокойно жить в социуме. Нужна, конечно, поддержка близких, потому что они как дети. Они не умеют врать, все понимают буквально. Прототип – это фильм «Босиком по мостовой». Там главная героиня – психотик. Также Форрест Гамп – это тоже психотический уровень личности. Вот фильм «Форрест Гамп и главный герой – психотик». Смысл такой. Мы, невротики, здоровые люди в стрессе, мы можем спускаться ниже. У нас может быть психотический провал на пять минут, когда мир или пограничный провал. Если психотический эпизод – провал, то для нас мир черно-белый на пять минут. Да, мы невротики, но провалились ниже. Мир для нас черно-белый. Ты или друг, или враг. Жесткое деление – оно черно-белое. Но это на пять минут. Или мы можем провалиться еще ниже. Психотический эпизод, психотический провал. Когда мы на кружку говорим, что это слон условно. То есть прям сильно искажаем реальность, не видим то, что происходит. И психотические фантазии – вот это безумные фантазии, то есть которые сильно искажают реальность. Например, женщине подарили квартиру или автомобиль. Она об этом сказала, а потом жалуется, как будто бы «Ой, у меня все так плохо, я получаю зарплату 15 тысяч». Условно, то, что сейчас она получила подарок, она на этом акцент не делает, а делает акцент на том, что у нее зарплата 15 тысяч. То есть сильное идет искажение. Ее. Ее. Ее.